День голоса День голоса На диафрагмальном дыхании, на основе, звучит не напрягаясь, не пиля связки, есть такой термин, а просто для этого я всегда говорю, представьте себе, что вы, вот можете со мной поиграть в игру? Конечно, мы для этого пришли сюда. Чтобы вы поняли, что такое диафрагмальное дыхание, положите себе руку вот сюда на диафрагму, высуньте язычок и подышите, как собачка. Видите, двигается вот это вот, нужно дышать так, чтобы вдох был на диафрагме, а выдох – это ваша речь, естественно, звучащая. То есть это откуда-то не из горла, а вот из глубины. Конечно, да, потому что если на горле, то это недолго продлится. А так вы можете не крича, а даже говоря шепотом со сцены, например, и вас услышат в последнем ряду. Класс. Можно ли изменить тембр голоса? Кто-то недоволен от рождения, кто-то говорит, я писклявенький, кто-то, наоборот, говорит, у меня грубый голос. Можно ли его изменить? У меня писклявый голос в жизни, вот лично у меня. Он писклявый, потому что я говорю в жизни вот примерно так. Но опыт и работа с моими педагогами в своё время в институте научила меня сдерживать тембр. Его изменить нельзя, от природы нам тембр дан такой, как он есть. Но помочь тембру преобразоваться можно, потому что если я вот сейчас заговорю с вами вот так, просто контролируя свой тембр через дыхание, то красиво, лучше, чем вот так, как я говорю в жизни, правда? Нам нравится и так, и так. Ну, как только говорите про дыхание, Женя сразу выравнивает осанку. А он прав абсолютно. Я прав. Ты прав? Да. Потому что, например, если вы закинете голову назад, у вас голос автоматически будет выше звучать. Если вы наклоните голову вперёд, у вас голос будет звучать ниже. Это приёмы технические, которыми можно пользоваться, например, на сцене или даже исполняя песню на сцене. Это тоже работает. У педагогов есть такой приём, чем тише говоришь, тем внимательнее тебя слушают. Вы тоже такой используете? Приёмчик такой. Бывает такой шум в классе. Бывает, бывает. И педагог снижает. Это опытный педагог, который хочет психологически установить в классе доминанту свою, да, чтобы его слушали. Что он сказал? И вот таким образом, это такой приём. Подслушано в театре эта рубрика у нас. Говорят, что актёры перед сценой, чтобы убрать и волнение, и немножко смягчить свой голос, для того, чтобы он лучше работал, его буквально смазывают немножко коньячком. Правда, неправда? Это существует и не только у артистов театра, но и у вокалистов тоже. Ну вот, например, Аркадий Исаакович Райкин, наш великий артист, равных которому на эстраде нет до сих пор, он вообще не употреблял спиртное и не признавал это. Лариса Долина, великая певица, она как-то ответила своим ученикам по поводу вот этого приёма. Первые 30 минут, да, вам будет казаться хорошо, а потом связки запилятся так. Не всем это подходит. Кому-то подходит, кому-то нет. А у вас есть какой-то рецепт перед выходом на сцену? Можешь как-то поддержать свои связки, голос? Есть. Во-первых, я в этот день не ем орехи и семечки, которые очень люблю. Это пилит связки. В этот день нельзя просто этого есть. Нельзя пить сильно газированную воду. Ну, нельзя есть шоколад и сухарики. Пять продуктов, табу в день вашего выступления. Есть твой топчик. Что? Поймала? Ну, как заходим к Анете в кабинет, у неё всё вот это так вот и стоит. Спасибо, Женя, за то, что вы даёшь секреты. А что касается горячего чая, чтобы согреть голос? Ну, не совсем кипяток. Например, известные радийщики, у которых я это узнала по секрету, сказали мне, что перед эфиром, особенно утренним, когда голос спит, а он спит до полудня, а приходится им и в ночную, и в раннюю, и утреннюю смену работать, чтобы как-то спасти, и почистить, и настроить, они для начала на щепотку соли, на кончик языка, кружка горячей воды, кипяток. Ну, не кипяток, не заваренный ничем. По глоточку, минут за 30 до эфира, по глоточку, по глоточку. Вот всё, что накапливается утреннее, всё это чистится. И дальше заваривают простые яблочки, обыкновенные кипятком, ничаем. И вот так вот этим отварчиком. Такой лёгкий компотик. Да, да, да. И это помогает. Это, что касается, вот так почистить какими средствами. А ещё меня когда-то научили педагоги-вокалистов. Есть приём. Тихо-тихо в течение дня можно придать полётность звуку вот таким образом. Подставьте вот себе руку сюда. Вот будет лёгкий воздушный такой струя. Вот не громче. Вот ходите, и вот так. Вибрация связок, разогрев, естественным образом. Ну да, ну не мохнатый в данном случае, молодой, перспективный. А у меня был такой случай на эфире. Все же чаще видят меня в программе «Дело вкуса». И я по привычке знаю, что голос у меня высоковат, надо его немножко настроить перед эфиром. Микрофоны надевают, а я так сама себе. И вдруг инженер говорит по звуку. Что происходит? Мы не можем начать. Какой-то был идёт. Я говорю, это я. Предупреждать надо. Был ответ. Мы знаем, что есть такая популярная дыхательная гимнастика Стрельникова. И в пору ковида говорят, что она даже очень полезна, потому что ковид очень часто поражает дыхательные какие-то наши системы. Вы можете показать каких-то 2-3 приёмчика из этой гимнастики? Конечно, покажу обязательно. Я сама переболела ковидом, и палата, в которой я лежала, никто не знал этой гимнастики. А я её делаю, и я знаю, что её можно. И все делали. Всех построила в первый же день. Все мы её делали. Из соседней палаты прибежали маленькие дети. Для них это была игра. Они тоже подстроились. Это дыхательная гимнастика, которую придумала когда-то Александра Стрельникова. Строится она на коротких шумных вдохах носом. И мы абсолютно не думаем о выдохе. Он естественным образом уходит. Всё это должно быть кратно четырём. 4, 4, 4 или 8, 8, 8, 8, 16, 16, 16. Вот кто сколько может. Я могу сделать это 32, 32, 32, 32. Так называемая Стрельниковская сотня. Сегодня это есть в интернете. Можно так и набрать. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Всей палатой мы это делали и назвали свою группу «Ру-ру-рушки». Потому что одно из упражнений, там наклонясь нужно «Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру». Вдох ртом. «Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Вырабатывается. Уходит всё, что откладывается здесь, вот верхнее. Всё это отхаркивается, естественно. Это природа наша так устроена. Лишнее мы отдаём. И вот девчонки сами зарегистрировали себя. Ру-ру-ру-рушки. И мы до сих пор дружим, встречаемся. Вот нас сдружила, можно сказать, не только эта история с коронавирусом, но и гимнастика. Что-то мне подсказывает, что когда выписывалась ваша палата, врачи были очень рады. Нет, мужская палата сказала, слава богу, вы нам так надоели. У каждого корреспондента на ТСВ есть вот такой вот аксессуар. Мы же договорились без секретов. У меня он уже немного, видите, уставший, погрызанный. Насколько вообще он важен в работе ведущего диктора? Чрезвычайно важен. Мы говорим о винной пробке. Уже неправильная пробка, винная. А у меня неправильная. А у тебя очень широкая, из-под шампанского. Какая была? Они не любят легких путей, поэтому у нее такая. Что это и как это работает? Это тренажер для артикуляции. К самому голосу это не имеет отношения, но к артикуляции прямое. К дикции, артикуляции. Например, пробку нужно вставлять так, чтобы 2 сантиметра ты придерживал зубами. Женя, давай, поднимай. И проговори за мной, пожалуйста, такую пословицу. «Из потопа-то копыт пыль по полю летит». Из потопа-то копыт пыль по полю летит. Совершенно верно. Происходит вот такой жук. Это напряжение. Совершенно верно. Тренируются верхняя губа, нижняя мышцы, язык, небо. А вот если ты 5 раз подряд на скорости это произнесешь, а потом уберешь пробку, ты почувствуешь, как четко ты произносишь. Мышцы, как в тренажерном зале, привыкают работать. Непривычненько. Что-то еще можно с пробкой какие-то провернуть, такие мероприятия. Любой список пословиц и поговорок, любой текст перед началом. Вот я знаю, Анета, что всегда перед эфиром с пробкой отрабатывает тексты. Как вы учились. Она ходит по коридору. Молодец. Ведущая людей. Ведущая новостей Ирина Нягу. Всегда я ее вижу с пробкой. Вот как она научилась. И она молодец. Кстати, хочу добавить. Когда люди стесняются, начиная заниматься голосом, приходя на телевидение или на радио, им кажется, что открывая рот, это чрезмерно. Что-то такое. Почему надо? Это же неестественно. Мы так не говорим в тренажерном зале. Мы не говорим в жизни. Конечно. А я говорю, не надо утрировать. Нужно просто приучить ваши мышцы работать. А самое главное, представьте себе, что ваши зубы – это забор. И вы говорите сквозь зубы. Ну, никакого голоса интересного нет. Вы зажали свой голос за забором, закрыли его навсегда. Откройте забор. Дайте голосу свободу. И вы будете говорить четче, внятнее, и вас будет приятно слушать. А дыхание создаст вам бархатный тембр. Звучит как девиз. Откройте забор. Откройте забор. Получается отдыхание Стрельниковой. Да. Пробка. Да. Если вы планируете в своей жизни… Можно заранее уже заниматься. А если вы планируете какой-то доклад. Тем более. Вам предстоит какая-то длинная речь. То есть это все вам поможет. Замечательно. Некоторые не верят и скептически говорят «пробка, винная пробка». Но это работа. Проверено на ТСВшниках. Так что не сомневайтесь. И не только. Да. Мы хотели почитать с пробкой текст Жванецкого знаменитый монолог «Сбитень варим». Так. Да. Ну, не знаю. Анета говорит, что первый раз видит такое. Но она еще молодая, у нее все впереди. Ну, давайте попробуем «Сбитень варим». Подождите. Дайте мне тоже найти это. Жень, секундочку. Давай строчку «Я», строчку «Ты». А ничего, что у меня пробка от шампанского? Ничего. Я предлагаю сделать так. Пробку «Ты», пробку «Анета», а дальше без пробки вы повторяете эти же предложения. Но только на скорости каждую строчку «Ты» три раза, и «Ты» три раза «Анета» свою строчку. Потом убираете пробки, и по одному разу уже без пробки. Поехали. Я начну. Давай. Я начну, у меня меньше. С диалога начинаем? Да. С «Сбитень варим». Давай. С «Сбитень варим» у себя, соседка снизу сбежала. Прибежала. Ой, давайте ещё раз. С «Сбитень варим» у себя, соседка снизу прибежала. Ещё раз. Я как будто сейчас у Светы на уроке. Ещё раз. С «Сбитень варим» у себя, соседка снизу прибежала. На скорости ещё раз. С «Сбитень варим» у себя, соседка снизу прибежала. Убери пробку. Говори. С «Сбитень варим» у себя, соседка снизу прибежала. Умничка. Теперь ты. Сбитень варим у себя, соседка снизу прибежала. Браво, по пятерке обоим. Да, браво. Спасибо большое, Светлана, что вы есть у нас, что вы есть у ТСВ. Мы очень надеемся на вашу помощь. Нам приятно с вами работать, это чистая правда. И приходите к нам еще. А я скажу, пробок хватит на всех. А мы двигаемся дальше. Катя Воронченко обещала рассказать, как правильно размораживать рыбу и морепродукты. Катя, тебе слово.